Взгляды и политика Никола Пашиняна известны. Они полностью соответствуют турецко-азербайджанским повесткам. Он действует подобно янычарам, то есть служит взявшим его в плен султанам, Эрдогану и Алиеву. Плен в 21 веке, естественно, отличается от плена в 14 веке, но содержание одно и то же, служить взявшему в плен. Тех кто не знает, что означает янычары, проинформируем, что это регулярная пехота вооруженных сил Османской империи, формировавшаяся из пленных христиан. Это были сменившие свою веру, элитарный корпус слуг. Эрдоган и Алиев используют Никола Пашиняна по полной программе. Подобно янычару. Примечательно то, что у нас есть занимающийся большим николством, чем сам Никол. Они тоже ведут себя подобно янычарам, то есть формально являются армянами, но продвигают турецко-азербайджанскую повестку с не меньшим энтузиазмом, чем Никол, а зачастую, в еще более отвратительной форме, чем Никол. Речь в частности об Арарате Мерзаянии и Алене Симоняне. Одного из них Никол пустил в расход ночью 9 ноября 2020-го, а другого сделал янычарам, возбудив уголовное дело против члена его семьи, затем арестовав и оставив в подвешенном состоянии. Арарат и Ален так отстаивают политику Никола Пашиняна по сдаче, что Алиев может ничем не заниматься. Никол возложил на них два основные задачи. Первое, обосновывать сдачу территории Азербайджану, второе, проводить патологически антироссийскую политику. В команде Никола есть и другие янычары, но эти двое выделяются особенно, пусть свинья и остальные не обижаются, так как янычарами являются и они, но да Арабат, а и Алена им далеко. Армения сейчас оказалась в руках этих янычар. В этом плане внутриполитическая борьба превращается в национально-освободительную. Избавление от янычар должно стать святым долгом каждого гражданина Армении и любого армянина.